Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Артём Тютюников. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подал в отставку. Ее уже принял в Рио губернатора региона Михаил Котюков. Пресс-служба правительства Красноярского края приводит обращение Лапшина по этому поводу. Цитирую. Я был приглашен на эту должность губернатором Александром Усом. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства – знаковая должность. И у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом. Конец цитаты. Отмечу, Юрий Лапшин возглавлял правительство региона с 2018 года. До этого он работал в Хакасии, был министром финансов республики, заместителем, а затем председателем правительства Хакасии. Весна пришла в Норильск, а вместе с ней и весенняя копель. В выходные в нескольких домах города случился потоп. Именно так жители в соцсетях называют то, что происходит в их подъездах, и делятся видео. Весна не для всех стала радостным событием. Весеннюю копель смогли услышать жители нескольких домов центрального района, не выходя из собственных подъездов. На кадрах видно, что вода стекает с верхних этажей прямо по лестничной клетке одного из подъездов. Как поясняет автор, это дом на Комсомольской 3. Примерно такая же история на Лауреатов 51. Автор видео рассказывает, что аварийная служба бездействует. Однако в обязанности аварийной службы входит устранение течи труб отопления или водоснабжения. Ремонтом крыши занимаются другие службы. Как пояснили в управляющей компании, крыши отремонтируют в рамках текущего ремонта в этом году. В прошлом году топила первый подъезд. Управляющая компания залатала крышу своими силами, теперь потекла кровля в другом подъезде. Недоумевает житель дома на Толмахской, 17. По всей видимости, необходим капремонт. На Пушкина, 12, в рамках муниципальной программы капитального ремонта подрядчик уже делает крышу. Но легче жильцам не становится. Ремонт двухгодичный. В управляющей компании, которая обслуживает дом, поясняют, работы идут, но погода вносит коррективы в график. Так, в выходные в городе объявили штормовое предупреждение, а это значит, что работы на высоте запрещены. Из-за тёплой погоды кровля дома дала течь. Жители решили не ждать, когда дом окончательно затопит, и взяли дело в свои руки. Вышли на крышу, чтобы собственноручно лопатами очистить кровлю от не растаявшего снега и вычерпать воду за ограждение. По кадрам видно, что никакой страховки люди не использовали. Да, и по видео нельзя точно сказать, что внизу кто-то контролировал, чтобы содержимое лопат не приземлилось на голову прохожим. Теперь управляющей компании придётся компенсировать ущерб, нанесённый весенним потопом. Екатерина Алексеева, Александр Вори, Норильские новости. Неизвестный мужчина устроил прыжки по автомобилям. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как хулиган с разбегу взбирается на припаркованную во дворе Мазду и прыгает по крыше. На машине при этом остаются вмятины. Затем мужчина скрывается. Пользователи в социальных сетях сообщают, что всё произошло на солнечном проезде 10. Позже камеры видеонаблюдения засняли и развязку истории. Судя по видеозаписи, мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его поймали очевидцы. Завязалась драка, тем не менее хулигану удалось бежать. Полицейские установили личность хулигана. Им оказался 25-летний мужчина, который прибыл в Норильск для работы вахтовым методом. Правоохранителям он рассказал, что был в гостях у друзей, где распивал спиртное. После этого он решил подышать свежим воздухом и в ходе прогулки пнул бампер одной машины, а затем забежал на капот другого авто. После этого за ним начал бежать незнакомец. Нарушитель увидел впереди машину с открытым окном и спрятался от преследователя на заднем сидении авто. Свою вину подозреваемый признал и заявил, что готов возместить ущерб потерпевшим. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В России увеличили налоговые вычеты на образование, лечение и покупку лекарств. Госдума приняла закон о соответствующих поправках в налоговый кодекс. Согласно изменениям, увеличена сумма, с которой граждане смогут получить налоговый вычет по расходам на обучение ребенка с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Помимо этого, со 120 до 150 тысяч увеличена сумма, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств. Таким образом, граждане теперь смогут получить чуть больше 14 тысяч при оформлении вычета на обучение ребенка и 19,5 тысяч при оформлении вычета на собственное обучение, лечение и покупку лекарств. Одним из авторов инициативы выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, увеличение налоговых вычетов позволит гражданам сэкономить деньги и создаст условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. В Дудинке завершился детский турнир по керлингу. Джуниор Норникель Кап. В течение двух дней за победу бороли шесть команд из Красноярского края и Кузбасса. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях и уже знает, кто победил. Вот уже седьмой год Норникель организует турнир по керлингу Джуниор Норникель Керлинг Кап. В нем принимают участие шесть команд. Среди них представители из Норильска, Дудинки, Красноярска и Кузбасса. За золото первенства борются команды из Красноярска и Кузбасса. Давай, 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 до конца свипуй, еще, еще, еще. Матч шел на равных, пока керлингисты из Красноярска не взяли инициативу в свои руки. Красноярцы уступили соперникам лишь один энд. Золото за ними. Матч прошел трудно, ребята вышли в финал, естественно, в финале труднее играть, это эмоции, настроение, многое другое происходит, с которым нам перебороться. Под конец уже мы как-то более-менее лучше стали играть, но пока, так скажем, надо много над чем работать еще. Как отмечает Максим Кустов, скип команды Красноярска, игра хоть и складывалась удачно для них, тем не менее не обошлось без трудностей. Сейчас, например, в последней игре были сложности, мы немножко волновались, что всегда свойственно, даже командам на профессиональном уровне. Но мы собрались, постарались ради себя, ради тренера и ради всех, в принципе, мы защищали наш край, Красноярск точнее. Вот, в принципе, с задачами более-менее справились. На соседней дорожке развернулись баталии за третье место. На льду встретились команды из подопечных Андрея Жарникова, тренера по керлингу в Дудинке. Ребята провели, получается, две встречи, по две встречи в подгруппе. Одну встречу с Красноярском, другую встречу с Кузбассом, город Кемерово, это они проиграли. Ну, ребята достаточно сильные, подготовленные, приехали из городов, команды слаженные. Назовем это мастер-классом для моих начинающих команд. По итогу матча между дудинскими командами бронзу забрала команда «Таймыр-1». В таком-то масштабном турнире было два очень сильных противника, Кузбасс и Красноярск. Они очень сильные, с ними очень сложно тягаться, но все же мы заняли третье место, и я участвовал, конечно же. Одна из задач турнира – привлечь к керлингу внимание молодежи, и первенство прекрасно с этим справляется. Ведь с 2016 года в Дудинке открылась школа по этому виду спорта, а в Ледовом дворце Каиркана в прошлом году заработала секция по керлингу. Артем Тетюников, Владислав Моисеев, Норильские новости. Более десятка национальных общин в 19-й раз представили свое культурное наследие на Большом фестивале «Край наш общий дом». Подробности у Дарьи Каменских. С каждым годом фестиваль национальных культур «Край наш общий дом» собирает все больше участников и становится все более красочным праздником с песнями, танцами национальной кухни и доброжелательной, дружеской атмосферой. В этом году гостям буквально на входе предлагали пуститься в пляс. Они не пили и не ели, лишь на дядюшку смотрели. Вместе делали вот так. В городском центре культуры развернулись десятки площадок. Вот национально-культурная автономия «Ватан», что в переводе с туркменского означает «родина», представила свои традиционные костюмы и атрибуты. Мы представляем нашу культуру, обычаи и быт наших туркменов. Не только туркмене, но и Ставрополье. На каждой площадке можно было еще и попробовать национальные блюда. Норильское казачье общество, например, приготовило для всех традиционные блюда полевой кухни – кулеш и узвар. В каждой кухне есть свои секреции и нюансы. Ну, ничего тайного нет. Может, в принципе, каждый приготовить, взять рецепт. Вот у наших мужчин-казаков, вот Олег Юрий Иванович, это все готовили. Можно какие-то секретики у них узнать. Цель фестиваля – установление межкультурных и межнациональных связей. Так представители Норильской местной культурно-патриотической организации «Солнце» приготовили маленькие блины в форме солнышек и представили свою практику – мотиватор здравомыслия, подходящий для любого человека, независимо от его национальности. Мотиватор здравомыслия – это у нас воспитание патриотизма не на нервности к другим народам, а на любви к своей культуре. И тогда у нас везде будет мир и дружба с разными народами. Помимо этого на фестивале гости могли поучаствовать в мастер-классах и самостоятельно изготовить обереги, броши, мини-коврики из войлока. Организатором мероприятия традиционно выступает администрация города. Глава Норильска Дмитрий Карасев с удовольствием прошел по всем площадкам фестиваля. А позже поприветствовал всех гостей и участников со сцены. Я хочу поздравить всех православных со Святой Пасхой. Я хочу поздравить всех мусульман с праздником, который вы отмечали вчера у Роза Байрам. Пожелать нам всем мира, тепла и доброты. И желаю успехов всем в сегодняшнем фестивале. С праздником вас, друзья! Участников фестиваля отметили дипломами за активную общественную деятельность. Праздник завершился красочным концертом. Дарья Каменских, Никита Левенец, Норильские новости. Солнце, капель и плюсовая температура. Такой будет погода на предстоящей неделе. В Норильске уже вовсю тает снег и звучит весенняя капель. На этой неделе погода обещает порадовать всех. Столбик термометра будет подниматься до 3 градусов днем и отпускаться до минус 7 ночью. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков. После зимней спячки просыпаются и дикие животные. В социальных сетях местные жители делятся кадрами лисы и росомахи, которые пришли в город погреться на солнышке. Это далеко не первый раз, когда звери выходят к людям. Однако зоологи напоминают, что подходить к таким гостям опасно. Кормить их тоже не стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова